Добрый день, доктора! Прошу регистрироваться. У нас с вами сегодня лекция по новой для вас дисциплины, которая называется электронное здравоохранение или e-health. У вас будут практические занятия по этой теме, где вы будете иметь возможность реально работать с программой ProMed, которая пользуется здравоохранением всей медицинской организации Республики Крым. Актуальность цифровизации здравоохранения не вызывает на сегодня никаких сомнений, потому что 21 век это век информатизации и термины электронное правительство, электронные услуги, электронные деньги, электронная торговля, электронные документы обороты, электронные сети, электронные библиотеки и даже электронный гражданин не являются для нас новыми, потому что именно из этих кирпичиков складывается информационное общество, в которой мы живем. И это реалии времени, которые имеют под собой объективную почву. Очень часто употребляется такой термин, как цифровизация. И в таком прямом понимании этого слова цифровизация представляет собой внедрение во все сферы нашей жизни цифровых технологий. Это касается и промышленности, и экономики, образования, культуры, сферу обслуживания. И цифровизация представляет собой глобальный процесс, который вовлекает все сферы нашей жизни. Еще два года назад мы даже представить себя не могли, что, к примеру, я, что я буду читать лекцию в пустую аудиторию, а вы где-то там по другой стороне экрана где-то слушаете, где-то не слушаете, включаете, переключаете, думаете о том, что когда-то вернетесь к этой информации, когда она вам будет нужна. Я надеюсь, что действительно это будет востребовано вами. И на сегодня тема электронного здравоохранения, наверное, является менее для вас изученной в рамках обучения в стенах медицинского вуза. Но, тем не менее, плотно вошла в вашу жизнь. Цифровизация – это использование возможностей онлайн-инновационных цифровых технологий всеми участниками экономической системы, от отдельно взятых граждан страны до крупнейших компаний и государств. И по определению Всемирного банка цифровая экономика – это новый уклад экономики, который основан на знаниях и цифровых технологиях, в рамках которых формируются новые цифровые навыки, возможности у общества, бизнеса и государства. Я думаю, что мы с вами даже не попытаемся это оспаривать, потому что действительно за последние два года мы с вами сформировали совершенно новые цифровые навыки. Цифровая экономика очень бурно развивается, и на сегодня сложились определенные тренды. Это и дистанционное образование, участниками которого мы являемся. Это и удаленная работа, и надо сказать, что это колоссальнейший удар по туризму, потому что на сегодня большинство граждан мира путешествуют виртуально, а не физически. Следующий тренд – это цифровизация бизнеса и производства. И есть такое мнение, что большинство крупных компаний не переживут цифровизацию, потому что это вызывает нестабильность на рынке труда. И на сегодня производство многих товаров, которые раньше делегировались в страны с менее развитой экономикой, крупнейшими компаниями мировыми, она теряет свою актуальность. Следующий тренд – это получение новых навыков и переквалификация работников. Хочешь, не хочешь, но все вынуждены приобретать новые навыки, без которых невозможно сейчас осуществлять свою и профессиональную деятельность, и в принципе даже в быту эти навыки нужны. Соответственно, это требует определенной переподготовки работников, их переориентации на новые требования времени, на вызовы. Стремительное развитие 5G виртуальной реальности и видеосвязи. Понятно, что многие из вас, и я думаю, что это вполне закономерно, осуществляют покупки онлайн, с помощью видеосвязи и виртуальных возможностей посещают различные спортивные мероприятия, развлекательные мероприятия. Одним из трендов цифровой экономики является запуск новых проектов в области реалистичной, голографической связи и телемедицины. Прогнозируется, что появятся новые виртуальные личные ассистенты, которые будут востребованы каждым из нас. Есть такое понятие, как интеллект вещей. Предполагается, что в 2021 году ожидается переход на новую ступень развития, которая получила название интеллект вещей, и связанная прежде всего с интеграцией искусственного интеллекта, поскольку устройства, оснащенные информационными технологиями, станут практически самостоятельными и не будут зависеть от нас с вами. Машинное обучение и компьютерное зрение обещают сделать вещи по-настоящему умными. Ожидается переворот прежде всего в области автоматизированного производства и в телемедицине, которую мы активно на сегодня используем ее возможности в нашей практической действенности. Следующие такие весьма интересные тренды – это беспилотный транспорт, и мы сейчас уже имеем такие примеры, например, автомобиля Теслы. Микромобильность – это переход на электросамокаты и на другие технические средства, которые отодвигают на задний план автомобилей. Цифровой бизнес – это новая модель бизнеса, которая охватывает и людей, и вещи, и бизнес, и она глобально масштабируется для всего мира за счет использования информационных технологий, интернета и всех других устройств, которые предполагают эффективное персональное обслуживание. Цифровой бизнес – это создание новых цепочек формирования стоимости и возможностей для осуществления бизнеса, которые традиционные компании могут даже не пережить. И Мак Кинсли, представитель бизнеса, предлагает цифру рассматривать не как вещь, а как способ делать вещи. Мы пережили с вами цифровое разрушение, оно, возможно, для вас в некоторых моментах и прошло бесследно, но люди моего поколения, более старшего поколения, в 95-м году, то есть в конце прошлого века, столкнулись с тем, что разительно изменились такие понятия, как музыка, фотография, видео. То есть они перешли в мир цифровой технологии, и старые гаджеты, они оказались невостребованы. Когда-то очень ценилась сейсовская оптика для фотоаппаратов, это были, обладатели этих фотоаппаратов были несоизмеримо, да, как бы счастливы тем, что имели такую возможность делать фотографии безумно красивые, очень высокого качества. Но на сегодня это все отошло в прошлое и представляет просто исторический раритет. В 2010 году это коснулось печатных изданий, телевидения, путешествий, человеческих ресурсов. В 2015 году произошли трансформации в банковском деле, в здравоохранении, в образовании, в автомобилестроении, в торговле, в телекоммуникации. И, наконец, к 2020 году прогнозировалось, что цифра войдет во все. И вот эти прогнозы, они оправдались. Мы с вами сегодня вообще не мыслим жизни своей без использования этих технологий. Но я хочу и думаю, что вы тоже прекрасно понимаете, что в каждом таком глобальном процессе существуют как плюсы, так и минусы. К сожалению, мы на сегодня еще не можем прогнозировать те, хотя уже есть попытки выявить те риски, и прогнозировать те риски, которые нас ожидают. Ну, надеюсь, что эти риски не столь грозны для нас и не вызовут большое количество тяжелых негативных последствий. Что же касается здравоохранения? То в здравоохранении существует и находится на стадии решения ряд проблем, которые связаны с сложности доступа, либо вообще полного отсутствия доступа к медицинской документации, которая хранится в других медицинских организациях. Зачастую эти источники, которые хранят информацию о течении заболевания у того или иного пациента, просто теряются. Поэтому одним из таких знаковых решений является переход на электронную медицинскую карту, и мы сейчас это видим. Пациент как раз вынужден, некоторые, вы знаете, имеют возможность, ну, имеют такое право хранить медицинские свои карты дома. Это тоже влечет за свои потери. Низкая доступность врачей-специалистов в поликлиниках и ожидание консультации узких специалистов-стационаров. Вы знаете, что есть такое понятие, как лист ожидания, да, который иногда затягивается. Вот сейчас в связи с нагрузкой, колоссальной нагрузкой, которая легла на плечи первичного звена участковой службы, например, я знаю, буквально на прошлой неделе разговаривал с докторами из Алушты, и там очередь, вот лист ожидания к педиатру достигает одной недели. Очень, как бы, неблагоприятная ситуация. Поэтому выходом является развитие электронных сервисов для граждан и равномерное распределение нагрузки. Высокая смертность от так называемых управляемых причин, от новообразования, заболевания сердечно-сосудистой системы. Поэтому путем решения этой проблемы является совершенствование организации оказания медицинской помощи и создание регистров пациентов по нозологии. Иногда, и эта проблема, в общем-то, имеет место, невозможно организовать в экстренных ситуациях своевременно специализированную медицинскую консультацию высокого уровня. И второй стороной этой медали является очень высокий процент неоправданных направлений на дефицитные виды медицинской помощи при плановых консультациях. Решение этой проблемы будет способствовать применению телемедицины. И, наконец, сложность, несогласованность управленческой информации у руководителей медицинских организаций, главных специалистов Министерства здравоохранения вызывает проблемы в организации принятия правильных управленческих решений. Поэтому решением этой проблемы является переход на электронные ресурсы и использование ключевых индикаторов в управлении. Но это далеко не полный перечень проблем. Я просто постаралась как бы обозначить те, которые на сегодня требуют использования информационных технологий. И система здравоохранения на сегодня требует не просто модернизации, а требует создания новых подходов, создания новых инновационных цифровых систем здравоохранения, которые будут созданы или создаются или уже созданы с использованием новых технологий, способов управления, которые соответствуют вызовам времени. И создание новой модели здравоохранения базируется на развитии так называемой цифровой медицины. Я думаю, что вы слышали не раз этот термин, которая позволяет собирать, обрабатывать, в том числе и дистанционно, большие объемы данных на уровне популяции. Это позволяет принять обоснованные оптимальные стратегические решения и выявлять новые направления развития. В этом и кроются возможности для управленца. Главное направление в медицине, в цифровизации медицины – это разработка гаджетов, которые позволяют удаленно мониторировать состояние здоровья пациента. И внедрение специально разработанных цифровых алгоритмов позволяет правильно и точно, своевременно поставить диагноз и назначить лечение. Помимо этого, создание электронных карт больного позволяет обеспечить доступ, но доступ лиц, которые наделены правом доступа к истории болезни пациента, что позволяет избежать потерь информации на разных уровнях общения и переноса бумажных носителей. Итак, электронное здравоохранение. Что мы вкладываем в это понятие? Впервые об электронном здравоохранении, в документальном таком его отражении, засвидетельствовала принятая концепция развития здравоохранения в виде его электронного варианта, зафиксирована Всемирной организацией здравоохранения в 2005 году. Термин электронное здравоохранение в России был впервые применен в 2010 году, цифровое здравоохранение в 2017, а термин цифровой контур в 2018 году. И электронное здравоохранение представляет собой новую парадигму охраны как персонального, так и общественного здоровья граждан, реализуемой на основе всеобъемлющего использования информационных и коммуникационных технологий для предоставления связанной со здоровьем информации, ресурсов и услуг. По определению Всемирной организации здравоохранения, электронное здравоохранение – это экономически эффективная и надежная форма использования информационно-коммуникационных технологий в интересах здравоохранения и связанных с ним областей, включая службу медико-санитарной помощи, медицинского надзора, медицинской литературы, медицинского образования, знаний и научных исследований в области здравоохранения. Это определение Всемирной организации здравоохранения. И завершая определение электронного здравоохранения, хочу сказать, что под электронным здравоохранением поднимается система управления и обеспечения деятельности практической медицины. То есть главная цель – это создание системы управления и обеспечения деятельности практической медицины, которая основана, опять же, на использовании информационно-коммуникационных технологий и унифицированных в национальных или международных рамках нормативно-методологической базы. В каждой стране разработка концепции электронного здравоохранения проходила три стадии. Разрабатывалась национальная концепция, затем национальный план действий по внедрению электронного здравоохранения, и на следующем этапе осуществлялся мониторинг и оценка внедрения электронного здравоохранения в каждой отдельной стране, то есть на национальном уровне. Цели электронного здравоохранения они достаточно амбициозны, и, как вы видите, на первой позиции это обеспечение повышения качества оказания медицинской помощи. Мы довольно часто с вами говорим о том, что проведение тех или иных мероприятий должно способствовать повышению качества оказания медицинской помощи. Есть инструменты оценки качества оказания медицинской помощи, но главной и глобальной проблемой здравоохранения на сегодня является обеспечение качества оказания медицинской помощи. Следующий аспект или следующая цель – это улучшение доступности медицинской помощи для всех, независимо от их социального статуса, от их возраста, от того, больны они или здоровы, мобильны они в данный момент или нет. И, наконец, одной из целей внедрения электронного здравоохранения является повышение информированности граждан, формирование объективного представления о медицинской помощи, полученными ими во всех медицинских организациях. Вот вы, думаю, со мной согласитесь о том, что на сегодня позиция граждан по отношению к своему здоровью несколько отстраненная. У них сложилось впечатление, что система здравоохранения им должна, а они на самом деле никаким образом не отвечают за свое здоровье, что они являются пассивными участниками процесса оказания медицинской помощи. На самом деле это должна быть активная позиция, активное участие граждан в оказании медицинской помощи, и, соответственно, они должны быть информированы. Достижение этих целей в условиях нашей борьбы за увеличение продолжительности жизни населения и роста расходов на обеспечение и достижение этого возраста связаны с внедрением затратных медицинских технологий. И вот эти расходы должны быть частично компенсированы за счет использования информационно-коммуникационных технологий и затрат на выполнение отдельных деловых процессов. Кто является основным пользователем электронного здравоохранения и каковы прикладные цели по отношению именно к этому пользователю? Начнем с пациента. Ему должен быть обеспечен равный доступ к медицинской помощи, уменьшение времени ожидания и предоставление возможности консультироваться дистанционно. Этому пользователю должна быть обеспечена безопасность. ему должен быть обеспечен доступ к данным о состоянии его здоровья, а также к справочным информациям и электронным услугам. И, наконец, это одной из целей электронного здравоохранения по отношению пациента является достижение комплайнтности пациента, то есть мотивирование пациента к сотрудничеству в процессе лечения и в том числе его вовлеченность, которая позволит обеспечить мониторинг в условиях его пребывания в домашних условиях. Следующий пользователь – это врач. И внедрение электронного здравоохранения должно обеспечить непрерывность процесса оказания медицинской помощи за счет координации действий, доступа и обмена информацией о пациенте, вне зависимости от того, где находится врач и где находится пациент, возможность дистанционного консультирования или обсуждения пациента, а также доступ к справочной информации и сервисам на всех уровнях. И, наконец, управленец как основной пользователь. В результате внедрения электронного здравоохранения управленец будет обеспечен возможностью проведения анализа информации на основе оперативного быстрого доступа к медико-статистической информации, касающейся различных полувозрастных групп, социальных групп, тазологических единиц. Управленец должен получить доступ к средствам контроля. Причем контроль – это не общее такое понятие, а он может провести контроль любого случая оказания медицинской помощи. И, наконец, проведение форума управленцев, посвященных обсуждению широкого круга вопросов, включая проведение совместного анализа и обсуждения проблем, которые возникли в ходе решения той или иной ситуации. Для того, чтобы электронное здравоохранение было создано, необходимы определенные условия. Вначале на государственном уровне, а потом уже и на межгосударственном уровне. Должно быть создано нормативно-правовое обеспечение, мы сегодня об этом будем говорить. Должна быть создана информационно-коммуникационная инфраструктура. Должна быть единая система идентификации человека. Это касается и пациента, и сотрудника любой медицинской организации, и самой медицинской организации. Должны быть разработаны, либо адаптированы к национальным условиям международные стандарты построения медицинской документации и протоколов обмена ею. Единые принципы хранения информации. Нормативно-справочное обеспечение и вот это многоточие свидетельствует о том, что условия подразумевают возникновение определенных условий по ходу внедрения электронного здравоохранения. Ярким примером и яркой демонстрацией того, что государство занимается вопросами цифровизации здравоохранения, является национальный проект здравоохранения, который был запущен в 2019 году и завершит свою реализацию в 2024 году. Мы с вами живем уже в 2021 году, то есть два года этот проект уже реализуется и через два года будет завершен. Вот из восьми федеральных проектов, которые входят в состав национального проекта здравоохранения, один из них посвящен электронному здравоохранению. Справа предпоследний, я, правда, вчера маркером его очерчивала, но почему-то не сохранилась. Проект, который носит название «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения», аббревиатура ЕГИС. У вас будет отдельная лекция, посвящена этой проблеме, этому национальному федеральному проекту, как компоненту национального проекта, но о нормативной базе мы сегодня тоже будем говорить. Цель создания и реализации этого проекта федерального – создание механизма цифрового взаимодействия медицинских организаций на основе Единого государственной информационной системы здравоохранения. И основные направления реализации – это внедрение и развитие медицинских информационных систем во всех, без исключения, медицинских организаций. Следующее немаловажное направление – это электронный медицинский документооборот между всеми медицинскими организациями, а также органами управления здравоохранением. Я думаю, что не вызывает сомнений важность реализации этих направлений, потому что если не будут внедрены информационные системы во всех медицинских организациях, о какой единой государственной информационной системе здравоохранения мы можем говорить, о каком обмене медицинскими документами может идти речь. Планируется, что к 2024 году это будет достигнуто. Итак, вот это создание единого цифрового контура здравоохранения на основе «Единая государственная информационная система здравоохранения» равнозначно созданию и завершению создания электронного здравоохранения. Вот здесь поставлен знак равенства. Какие ожидаются результаты реализации данного проекта? К 2022 году, то есть уже через год, ожидается, что в 85 субъектах Российской Федерации будет завершено внедрение государственных информационных систем здравоохранения, которые будут соответствовать всем требованиям Минздрава России и все медицинские организации будут подключены к этим информационным системам. Вы помните, что субъектов Российской Федерации 85, вот как раз и есть стопроцентное выполнение, что будут созданы централизованные сервисы, которые смогут обеспечить преемственность между медицинскими организациями в оказании медицинской помощи, маршрутизацию пациентов, обеспечить мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, а также будет доступно оказание телемедицинских консультаций и будет обеспечена автоматизированная диспетчеризация санитарного транспорта. К моменту завершения проекта, к 2024 году, предполагается, что не менее 70 субъектов Российской Федерации внедрят в систему электронных ресурсов автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением и телемедицинские консультации. Когда вы будете работать с системой АПРОМЕД, я думаю, что вы будете иметь возможность посмотреть, как это реализуется в Республике Крым. Подключение к единой государственной информационной системе здравоохранения, медицинских информационных систем, медицинских организаций и государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечит для любого, для каждого гражданина Российской Федерации услуги в личном кабинете «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг. До 2020 года запись на прием к врачу, диспансеризацию, получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости. Не могу сказать, что это реализовано. И до конца 2024 года доступ к своим электронным медицинским документам. Видите, насколько многообразны аспекты предполагаемых результатов реализации проекта. Если все же будет внедрено электронное здравоохранение, то с позиций медицинских организаций научного мира, общественного здравоохранения результатом будет являться превращение больницы в виртуальную сеть поставщиков услуг, которые соединяют все уровни системы. Это позволит контролировать качество и безопасность, совершенствовать процесс предоставления медицинских услуг и снижает вероятность допуска медицинских ошибок. Это будет способствовать мобильности граждан и их медицинских данных за счет обеспечения доступа к информации о состоянии здоровья пациента в нужное время и в нужном месте, потому что неизвестно, когда и где понадобится эта информация. Это откроет новые возможности для проведения базовой и прикладной исследовательской работы, которая позволит не только приобрести медицинские знания, но и завершить формирование политики и осуществить ее в практической конкретной деятельности. Внедрение электронного здравоохранения с позиций медицинских организаций научно-общественности и общественного здоровья позволит расширить масштабы сотрудничества и обеспечить возможность проведения различных вычислений. Предоставит услуги независимо от расстояний и временных барьеров. Позволит унифицировать процесс заказа и доставки лекарственных средств, а также изделий медицинского назначения. Для субъектов экономической деятельности, которые связаны в той или иной мере с системой здравоохранения. Внедрение электронного здравоохранения позволит иметь информацию о состоянии здоровья как для общества, так и для профессионалов в сфере здравоохранения, что можно рассматривать как продукт для разработки в последующем стратегии и тактики осуществления медицинской деятельности. В данной ситуации мы говорим о субъектах экономической деятельности. Будет способствовать исследованиям и разработке новых продуктов и услуг. Это касается и совершенствования электронных медицинских карт, информационных систем и реестров пациентов. Обеспечит возможность широкого и рентабельного сбыта товаров и услуг медицинского назначения субъектам медицинской, прошу прощения, экономической деятельности, связанными с медициной, и правительством, в частности ее органам, как непосредственно в самой стране, так и на международной арене. И, наконец, для государства или правительства внедрение электронного здравоохранения обеспечит надежную, оперативную, своевременную отчетность по здоровью населения, поскольку мы помним с вами, что здоровье рассматривается как непосредственно значимый, важный компонент безопасности государства и медицинской, и экономической, и военный. Создать благоприятную среду не вызовет какие-либо технологические ограничения. Сформирует новые роли всем сторонам, которые задействованы в системе здравоохранения. Это и медицинские работники, это и граждане, как потребители медицинских услуг, это и органы государственной власти. И, наконец, позволит выявить тенденции тренды, заболеваемости, факторов риска, позволит провести глубокий анализ демографической ситуации, социальных данных и данное состояние здоровья, что позволит смоделировать проблемы, которые на сегодня существуют в системе здравоохранения и, соответственно, позволит прогнозировать риск развития тех или иных заболеваний. Электронное здравоохранение это не статичный продукт, это процесс, который имеет свое развитие, и сложились определенные тенденции. Это интеграция данных и систем, что это значит? Это получение информации о состоянии здоровья человека из различных источников, это и результаты анализов, это и различные носимые устройства, которые позволяют мониторировать деятельность той или иной системы, это и результаты инструментальных исследований. И все эти данные интегрируются в электронную медицинскую карту пациента и могут быть в любой момент доступны лечащему врачу. Это анализ большого количества информации, включая генетические маркеры, биологические метрики. И, наконец, одной из тенденций является функциональная медицина. То есть на сегодня акценты смещены не на лечении пациента, а на профилактику болезни. То есть на превентивную медицину. Постоянный доступ, обеспечение постоянного доступа к медицинским услугам. есть возможность обратиться профилактически с профилактической целью, а не тогда, когда появляются симптомы заболевания. И, наконец, внедрение тенденции электронного здравоохранения является групповой контроль здоровья. помимо врача, да, контроль может осуществлять медицинские сестры, другие вовлеченные в этот процесс специалисты, даже не имеющие отношения к медицине, в частности, тренер, диетологи. И человек может получить консультацию непосредственно обращаясь к команде, а не к какому-то отдельному представителю. И эта команда может эффективно использовать свои возможности для выработки плана персонифицированного ведения этого пациента непосредственно для этого пациента. Не могу не сказать о медицине будущего и о медицине 4П, а на сегодня уже есть медицина 5 и 6П. Итак, что собой представляет медицина 4П? Ну, по первым буквам тех четырех базовых принципов, которые положены в основу медицины будущего. Ну, первый из них это предиктивность. Думаю, что вы не первый раз слышите этот термин. Ну, по-русски это будет звучать как предсказательность. То есть, этот принцип позволяет прогнозировать заболевание на основе анализа индивидуальных особенностей генома. Результаты различных генетических исследований позволят сформулировать, создать возможный вероятность прогноз здоровья для каждого конкретного пациента. Следующий принцип более для вас знаком – превентивность или профилактика. То есть, работа на опережение. мы знаем с вами, что предотвратить всегда легче, чем затем лечить. Это касается и проведения вакцинопрофилактики при любых заболеваниях. Сейчас не буду говорить о пандемии. А также разработка препаратов и их использование, которые позволят вмешиваться в геном и менять или, грубо скажем так, ремонтировать поврежденные гены. Я думаю, термин персонализация и персонализированная медицина для вас давно знаком. Этот принцип основан на индивидуальном подходе каждого больного. Будет создан уникальный генетический паспорт, как для контроля за состоянием здоровья пациента, так и для его лечения. И, наконец, четвертый принцип партисипативность. По-русски это партнерство или участие. Это вовлечение в сотрудничество различных врачей различных специальностей и пациентов. И пациент превращается из субъекта лечения в объект лечебного процесса. Думаю, разница между субъектом и объектом для вас знакома. Скоро я упомянула медицину 5П, то пятый принцип это позитивность. Позитивный настрой должен быть у пациента, он должен быть ориентирован на благоприятный исход. Ну, посмотрим, насколько он будет включен в этот принцип, но пока это активно обсуждается. В краткосрочной перспективе внедрение электронного здравоохранения подразумевает внедрение электронных медицинских карт, развитие концепции подключенный пациент, что позволит мониторировать состояние пациента, оказывать его медицинских услуг с помощью встроенных интеллектуальных устройств, а также развитие телемедицины. Немножко коснемся, я бы хотела, чтобы вы понимали, какова структура электронного здравоохранения, потому что мы говорим, электронное здравоохранение, цифровая медицина. Итак, вы видите, что она включает эта структура автоматизированную систему управления здравоохранением, телемедицинскую систему, систему мобильного здравоохранения, портал здравоохранения, систему дистанционного медицинского образования и систему электронного документа оборотов медицинских организаций. Поскольку лекция у вас будет в открытом доступе, я, позвольте мне как бы сейчас перейти к следующему слайду, где мы с вами попытаемся разобрать некоторые из этих структурных компонентов. Итак, автоматизированные системы управления здравоохранением. Что она собой представляет? И вы видите, что здесь взаимосвязь между системами очень четко прослеживается. Это система управления ресурсами здравоохранениями, а вы знаете, что ресурсы здравоохранения, да, они многообразны, это и кадровые ресурсы, и экономические составляющие. Система управления качеством медицинской помощи, тоже на пятом курсе в одной из занятий было посвящено управление качеством медицинской помощи. Система управления процессом оказания медицинской помощи, то есть это организация медицинской помощи и система управления ею. Интеллектуальная система поддержки принятия решений, думаю, понятно. Система управления специализированными регистрами, система нормативно-справочной информации, которая позволяет в любой момент обратиться к первоисточникам и информационно-аналитическая система. Это вот основные структурные компоненты автоматизированной системы управления здравоохранением. Следующий структурный компонент электронного здравоохранения это система дистанционного образования. Она включает в себя системы группового профессионального общения, различные ассоциации, помним с вами, да? Федеральную электронную медицинскую библиотеку, библиотеку экспертных медицинских систем и баз знаний, средства обеспечения доступа к первичным данным, которые необходимы для проведения научных исследований, и, наконец, электронные образовательные курсы и программы дистанционного обучения и повышения квалификации. Вы знаете, что на сегодня существует единый портал непрерывного медицинского образования, где каждый врач должен быть зарегистрирован и составляет себе программу индивидуального образования на ближайшие пять лет, выбирая электронные образовательные курсы, программы дистанционного обучения, повышение квалификации, то есть вот такая система дистанционного образования. Немного таких вот моментов для понимания составляющих электронного здравоохранения, в частности, телемедицина. Мы о ней с вами уже говорили не единожды. она подразумевает проведение телеконсультации, телемониторинга и дистанционной диагностики. В свою очередь электронное здравоохранение, вот то, что мы с вами немножко другими словами ранее излагали, это дистанционное образование, это управление, научное исследование, профилактика заболеваний и осуществление эпиднодзора. Наконец-то мы с вами от общих понятий переходим к нормативной базе, которая регламентирует деятельность телемедицины. По телемедицине будет отдельная лекция, я как бы немножко в первой вводной лекции коснусь законодательных основ. В правовом обеспечении или геметизации телемедицины различают два периода. Период до 2016 года, который берет истоки с конца прошлого века, когда создавались определенные ГОСТы, разрабатывались различные проекты законов о телемедицине. Но свежую струю в развитии или геметизации телемедицины вносит 2017-2018 год, когда были приняты знаковые документы. Это прежде всего 242-й закон, мы сейчас о нем более подробно говорим, который внес изменения, в том числе в основной закон о здравоохранении 323-й, 555-е восстановление правительства Российской Федерации, появились новые ГОСТы и, соответственно, 965-й Н-приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации. На этом слайде я более подробно вынесла название этих законов, постановлений, приказов, ГОСТов. На некоторых из них мы остановимся, но хочу ваше внимание обратить на следующее, что принятие вот этих законов перевело телемедицину из факультативной сферы деятельности в обязательную составляющую медицинской помощи. То есть, если раньше это было на добровольных началах, хочешь, не хочешь, можешь применять, то на сегодня это обязательный компонент оказания медицинской помощи. К числу нормативных документов, которые имеют отношение к информатизации здравоохранения, наверное, мне надо было этот слайд несколько раньше показать. Относится ряд документов, которые касаются как раз регламентации внедрения электронного здравоохранения. Это и национальные проекты, и программы цифровая экономика, и в частности направление цифровое здравоохранение, это и федеральный закон 86-й и внесение изменений в другие законы, которые регламентируют переход на электронный листок недоспособности. Это легитимизация электронных медицинских документов, развитие, создание дорожной карты по развитию Единой государственной информационной системы здравоохранения и федеральный проект электронное здравоохранение. 242-й федеральный закон, который носит название о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере здравоохранения. Давайте остановимся на некоторых знаковых моментах, которые изложены в этих законах. В соответствии с этим законом внесены изменения в 61-й федеральный закон о обращении лекарственных средств в части электронного рецепта. 323-й федеральный закон мы подробнее поговорим какие были внесены изменения и в различные другие федеральные законы и приказы министерства здравоохранения. Благодаря этому вступлению в силу этого закона произошла легитимизация единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, обеспечено введение электронного медицинского документа оборота, в том числе электронного рецепта, уже я говорила, что из факультативной в обязательную перешло использование телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи и этот закон обязует обеспечить электронные сервисы в сфере здравоохранения и личного кабинета моего здоровья на едином государственном портале государственного услуга. и так этот закон внес изменения во вторую статью федерального закона в 323 пункт 22 в котором который изложен в следующей редакции телемедицинские технологии это информационные технологии которые обеспечивают дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой обращаем на это внимание с пациентами или их законными представителями более подробно потом об этом поговорим телемедицинские технологии призваны обеспечить идентификацию и аутентификацию указанных лиц а также документальное оформление всех совершаемыми ими действий при проведении консилиума консультации дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента то есть вы должны понимать да что включаясь в процесс оказания медицинских услуг с помощью использования телемедицинских технологий вы должны провести определенные действия начиная от идентификации и аутентификации лиц с которыми вы проводите телемедицинские консультации или другие какие-то действия с использованием телемедицины и обязательно должны провести документирование то есть фиксацию всех действий которые вами проводились в процессе использования телемедицинских технологий в статье 36.2 323 федерального закона изложены особенности оказания медицинской помощи которые оказываются с применением телемедицинских технологий обратите внимание что медицинская помощь с использованием телемедицинских технологий должна быть организована и оказана в порядке который установлен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и также должен соответствовать порядкам оказания медицинской помощи и базироваться на основе стандарта в оказании медицинской помощи я думаю вы понимаете что порядки и стандарты оказания медицинской помощи обязательны при оказании медицинской помощи их соблюдении соответственно и медицинская помощь оказанная с помощью телемедицинских технологий должна отвечать и порядкам и стандартам консультации пациента или его законного представителя с применением телемедицинских технологий могут осуществляться в целях профилактики, сбора, анализа жала пациента и данных анамнеза, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента, принятие решения о необходимости проведения очного приема, осмотра и консультации. Впервые в правовое поле введено понятие пациент-центрированная телемедицина. При проведении консультации с применением телемедицинских технологий лечащим врачом может осуществляться, обращаю ваше внимание, коррекция ранее назначенного лечения при условии установления им диагноза и назначения лечения на очном приеме. То есть вы можете использовать телемедицинские технологии тогда, когда с целью коррекции ранее назначенного лечения, при том условии, что вы этого пациента видели ранее очно и поставили ему диагноз и назначили лечение на очном приеме. Это очень важный момент. В этой же статье, вот как раз и в пункте четвертом и обозначены, что дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента назначается после очного приема. И оно базируется на оценке данных о пациенте, зарегистрированных с применением медицинских изделий, которые предназначены для мониторинга состояния здоровья пациента, а также на основании данных, которые внесены в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Расшифрую, что это значит. Это значит, что вы в процессе мониторинга должны использовать те медицинские изделия, которые предназначены для осуществления дистанционного мониторинга. И они должны быть внесены в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Другие вы использовать не можете. Статья 91 дополнена определенными положениями, которые детализуют функции и порядок взаимодействия различных информационных систем и обработку персональных данных с соблюдением врачей вной тайны. Мы должны помнить с вами, что мы на всех этапах должны соблюдать врачейную тайну. И вот это информационное обеспечение в сфере здравоохранения осуществляется за счет создания, развития, эксплуатации информационных систем федерального уровня, информационных систем федерального фонда обязательного медицинского страхования территориального фонда, государственных информационных систем в сфере здравоохранения непосредственно субъектов Российской Федерации, медицинских информационных систем медицинских организаций, а также информационных систем фармацевтических организаций, если они вовлечены в этот процесс. Статья 91.1 расшифровывает понятие единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Она гласит о том, что в целях обеспечения доступа к услугам в сфере здравоохранения в электронной форме, а также взаимодействия информационных систем, создается, развивается и эксплуатируется единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. Положение об этой системе, порядок доступа к информации, которая в ней содержится, порядок и строки предоставления информации в единую систему, порядок обмена информации с использованием единой системы должен быть утвержден правительством Российской Федерации. То есть мы здесь не изобретаем велосипед. Все регламентировано правительством Российской Федерации. Соответственно, во исполнение этого было издано постановление правительства Российской Федерации 555 о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Было разработано положение об этой системе, сформулированы задачи. Так вот, задачами этой единой системы информационной является повышение эффективности управления в сфере здравоохранения на основе информационно-технической поддержки решения задач прогнозирования, повышения качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационных технологий поддержки деятельности обслуживания медицинской организации. была создана детальная регламентация функционирования единой системы, ее структура, порядок и сроки предоставления информации в эту систему, порядок доступа информации, которая в ней содержится, порядок обмена, требования к программно-техническим средствам и порядок защиты информации. Я не буду подробно останавливаться на положении восстановления 555-го у единой информационной системы, но хочу обратить ваше внимание, что в эту систему должны предоставлять информацию все медицинские организации, независимо от форм собственности, в том числе и медицинские организации частной системы здравоохранения. Регламентированы сроки от 1 до 5 дней. Создана правовая основа для реформирования медицинской статистики. До сегодняшнего дня прерогатива сбора и обработки данных принадлежала Росстату. Создан новый федеральный реестр ЕС электронных медицинских документов. Здесь впервые появляется подпись электронная, о ней позже поговорим. И регламентированы право доступа к информации пациентам. Это и запись на прием, а не вызов врача на дом. Получение сведений о медицинской документации и о медицинской организации, в которой эта документация хранится. В эту систему должны быть включены данные о всех медицинских организациях, о всех лицах, которые участвуют в медицинской деятельности, то есть все те, кто имеет допуск в сочтении медицинской деятельности, о тех лицах, которым оказывается медицинская помощь, о медицинской документации, об оказании и организации высокотехнологичной медицинской помощи, о закупках лекарственных средств, об организации и обеспечении лекарственными препаратами, о сводной статистической аналитической информации, а также включены классификаторы, справочники и другая нормативно-справочная информация в сфере здравоохранения. То есть вы видите, насколько всеобъемлющим является эта единая государственная информационная система здравоохранения. Мы все должны, сведения о нас, кто участвует в организации медицинской деятельности, должны быть туда внесены. Мы уже не один раз говорили о единой федеральной интегрированной электронной медицинской карте. Предполагалось, что к 2020 году все медицинские работники будут иметь доступ к информации о пациенте, независимо от того, где он проживает, в каком месте ему требуется оказание медицинской помощи. Все это будет автоматически фиксироваться и передаваться в единую базу данных. Предполагается, что в 2025 году 95% всех ФАПов населенных пунктов, в котором численность населения более 300 человек, все эти ФАПы будут подключены, иметь возможность подключения к широкополосному интернету, оснащены телемедицинским оборудованием. Еще раз напоминаю, что медицинская помощь использования телемедицинских технологий должна соответствовать стандартам и порядкам указания медицинской помощи. Это отражено в этом постановлении. Приказ Минздрава в Российской Федерации 965-Н он носит название «В утверждении порядка организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий». Мы с вами ранее сказали и не единожды о том, что оказание медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий должно соответствовать порядкам и стандартам. Что подразумевает этот порядок? В этом порядке указано, что телемедицинские технологии могут быть использованы при оказании всех видов медицинской помощи. Надеюсь, вы помните, что это первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая, специализированная медицинская помощь и, наконец, палеоативно-медицинская помощь. То есть во всех четырех видах. Обратите внимание, в любых условиях, в экстренной и плановой форме. Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий может быть осуществлено лишь при условии предварительной регистрации непосредственно медицинских организаций, которые оказывают эту помощь, а также конкретных медицинских работников, которые оказывают медицинскую помощь в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. То есть, еще раз подчеркиваю, что и медицинские организации, и лица, которые оказывают медицинскую помощь, должны быть в этой системе зарегистрированы. Основные режимы оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий. Это дистанционное взаимодействие медицинских работников, помните, мы говорили с вами, между собой, а также с пациентами или их законными представителями. И основные условия использования этих технологий это проведение консультаций, а также мониторинг состояния здоровья пациента. Что такое телемедицинские технологии? Это могут быть проведение телеконсультаций отложенных или оффлайн, еще и носит название асинхронная телемедицина. Это одна из разновидностей удаленного консультирования, которое происходит, осуществляется путем в отсроченном варианте, без использования системы общения в реальном времени. например, есть необходимость проконсультировать результаты каких-то инструментальных методов, аппаратных методов. Изображение передается в цифровом варианте от одного пользователя к другому. Это происходит в разное время, не в режиме реального времени. Используется электронная почта или другие специальные системы. И ответ может быть получен в рамках 24 либо 48 часов. Онлайн или очное удаленное консультирование это телемедицинская процедура, которая проводится с использованием систем реального времени, как правило, видеосвязь. Требует участия одновременно всех участников процесса для интерактивного обмена информации, что, наверное, реально более эффективно. Мы говорили, что формат проведения телемедицинских консультаций может быть разным. Вот общение врачей между собой, общение медицинских работников. Проводится с целью получения заключения специалиста другой медицинской организации, оформляется в виде протокола и проводится по вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнение диагноза, определение прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, решение вопроса о целесообразности перевода в специализированное отделение медицинской организации, а также целесообразности проведения медицинской эвакуации в другую медицинскую организацию. То есть вот такие вопросы могут быть решены посредством применения телемедицинских технологий и общения медицинских работников между собой. Мы уже говорили о пациент центрированной телемедицине и цель применения телемедицинских технологий в формате врач-пациент или их законными представителями осуществляется с целью профилактики сбора, анализа жала пациентов и данных его анамнеза, оценки эффективности лечения, правильности диагностических мероприятий, мониторинга за состоянием здоровья пациентов, а также принятие решений для проведения очного приема пациента. К нормативной базе внедрения телемедицины относятся еще и ГОСТы. В частности, несколько из них, например, ГОСТ 57-757. Дистанционная оценка параметров функций жизненно важных для жизнедеятельности человека. Общие требования. То есть этот ГОСТ регламент регламентирует, что дистанционная фиксация передачи и оценка основных параметров жизненно важных функций может осуществляться с применением медицинских изделий или устройств приложений к смартфонам и компьютерам в ситуации, когда мы ставим перед собой цель измерить параметры жизненно важной функции артериальное давление, сердечный ритм, отдельных физических показателей вес, рост, температура тела, а также биохимических параметров, отслеживая уровень сатурации, уровень глюкозы крови и обратите внимание, что ГОСТ подразумевает, что в этом процессе может участвовать не только врач, но и федша. Ранее мы об этом с вами не говорили. Для дистанционной фиксации этим ГОСТом предусмотрено применение как фото, так и видеофиксации изображений, видеоизображений, фотоизображений, результатов лучевых методов исследования. Они могут быть распечатаны на твердом носителе, а также могут предоставляться в виде фотоснимков электрокардиограмм. Это могут быть аудиозаписи, и это могут быть специальные опросники или интерактивные системы искусственного интеллекта. В этом стандарте прописаны перечень приборов, инструментов и других изделий медицинского назначения, которые могут быть использованы с этой целью. Повторюсь, что использование других недопустимо. Любой ГОСТ, который регламентирует фиксацию и оценку основной параметра важных функций органов, включает три этапа. Подразумевает осуществление подготовки к процедуре ее выполнения, соединение с сетью интернет в режиме либо онлайн, либо оффлайн и отправку полученной информации через сеть интернет на автоматизированное рабочее место врача. И уже на заключительном этапе врач оценивает полученные параметры жизненно важных функций с помощью программного продукта, формирует заключение, в котором должно быть указано нозологическая форма, синдром и функциональные нарушения. Прошу прощения, я лиснула не в ту сторону. Следующий ГОСТ, он касается системы, телемедицинских систем и требования к ним. И эти требования касаются как безопасности лабораторно-диагностических комплексов, так и безопасности консультативно-диагностических центров. В этих КОСТах прописаны все требования к этим мобильным комплексам, как мобильным, так и стационарным. Какие должны быть требования соблюдены электробезопасности, пожаробезопасности, безопасности при обслуживании, обязательно прописаны требования к применению защитных устройств и меры информационной безопасности. Несколько слов об электронном документообороте. Электронный документооборот представляет собой комплекс программных, технологических и других средств, которые обеспечивают взаимообмен в электронной форме документами и данными между организациями, ее подразделениями и управлением. Электронные медицинские документы. Что это такое? Есть такое понятие, как электронный персональный, электронная персональная медицинская запись. Она является аналогом первичного медицинского документа в электронном документообороте. Она привязана к конкретному электронному хранилищу и помимо всех других атрибутов изложенных на бумажном носителе, она включает еще следующие атрибуты. Это точка доступа, момент размещения в электронном хранилище и идентификацию лица, который ее туда размещает, сведения об этом лице. Совокупность электронных медицинских документов носит название электронные медицинские карты. и эти электронные медицинские карты должны включать в себя разделы, которые принято соблюдать в бумажных документах. Не буду подробно останавливаться на этих моментах, на практических занятиях это разбирается. Электронная подпись 63-м федеральным законом, который носит название об электронной подписи, регламентировано, что документы с установленной электронной подписью равнозначны документам, которые подписаны собственноручно. Это очень важно. Законом предусмотрено два типа электронной подписи. Простая и усиленная. Простая электронная подпись это комбинация из логина и пароля, что подтверждает, что данное электронное сообщение отправлено конкретным лицом. Усиленная электронная подпись формируется в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи. вот эта усиленная электронная подпись представляет собой специфический цифровой код, который создается с помощью использования криптографических средств. он интегрирован с содержанием электронного документа и позволяет идентифицировать ее отправителя, а также подтвердить целостность переданной информации. В случае внесения в содержание электронного документа этот документ, электронная подпись усиленная, теряет силу и формируется сообщение о несанкционированном доступе в виде квалифицированного или неквалифицированного доступа. Ну, чтобы мы с вами понимали, что такое усиленная электронная подпись, я думаю, что вы все сталкивались с необходимостью получения справки о отсутствии судимости, да, и когда вы его распечатываете, внизу есть вот этот усиленная электронная подпись. Квалифицированная усиленная электронная подпись подтверждается сертификатом от аккредитованного удостоверяющего центра и во всех случаях имеет такую же юридическую силу, как и документ, который бы был подписан собственноручно. Ну вот образец документа, который заверен усиленной электронной подписью. Виды электронных медицинских документов. Мы уже с вами говорили об электронной медицинской карте, об интегрированной электронной медицинской карте и попытаемся разобраться, что такое персональная электронная медицинская карта. Мы уже с вами сказали, что электронная персональная медицинская запись рассматривается как медицинский документ. Так вот, электронная медицинская карта представляет собой совокупность электронных персональных медицинских записей, которая обеспечивает оперативный обмен информацией между участниками оказания медицинской помощи и она собирается и используется в рамках одной медицинской организации. Интегрированная электронная медицинская карта представляет собой набор технологий и структурированных электронных медицинских документов, которые обеспечивают преемственную индивидуализированную медицинскую помощь, собираемую и используемую в различных медицинских организациях. То есть электронная медицинская карта в одной, интегрированная электронная медицинская карта в разных медицинских организациях. И, наконец, персональная электронная медицинская карта – это совокупность электронных персональных медицинских записей, которую формирует, собирает непосредственно сам пациент. Как мы видим, есть различия в этих понятиях. Интегрированная электронная медицинская карта – это не только объединение всей медицинской информации о пациенте. Эта карта содержит выборку четко определенных необходимых и достаточных данных пациента для того, чтобы обеспечить преемственность и высокое качество медицинской помощи путем фиксирования медицинской информации и ее своевременное представление медицинскому работнику, как в случае оказания плановой, так и не запланированной, в том числе неотложной медицинской помощи, вне зависимости от того, в какой точке страны она оказывается. Эта карта обеспечивает решение статистических и научных задач. И, наконец, она представляет собой набор структурированных документов из разных медицинских организаций, собираемых с использованием облачных вычислений. Я надеюсь, мы сейчас с вами после этой лекции будем понимать разницу и преимущества. Ну, вот так может выглядеть электронная медицинская карта. В структуре интегрированной электронной медицинской карте есть определенные разделы. Это раздел «Базовая информация пациента», его интегральная анамнез, куда собраны основные медицинские данные, которые содержат наиболее значимые и важные клинические факты пациента. Это и аллергологический анализ, это группа крови и резость, естественно. Наличие лекарственной непереносимости, перенесенные ранние операции, наличие имплантов, какие-то особенности, как физиологические, так и физические, вредные привычки и зависимости, список уточненных диагнозов, данные о прививках и многие другие данные. В международных проектах аналог этой интегрированной электронной медицинской карты является понятие «patient summary». Второй структурный компонент – это структурированные электронные медицинские документы. Это выписные эпикризис стационара, амбулаторного обращения, обменная карта, если это касается женщин, статистическая карта выбывшего из стационара, талон пациента, получающий медицинскую помощь в амбулаторных условиях, направление на госпитализацию, документы, свидетельствующие о факте оказания скорой и неотложной медицинской помощи и ряд других показателей. Вот в Европе 25 стран приняли единую форму для формирования данных о пациенте, и они вошли в открытые сервисы европейские, по всей вероятности, когда-то и мы в них войдем. Вот на уровне международного сотрудничества мы можем как бы ознакомиться с сценарием, каким образом происходит оказание медицинской помощи. Ну, в одной стране пациент проживает, поехал с какой-то целью в другую страну и нуждается в оказании медицинской помощи. Мы видим с вами, что пациент, то есть медицинский работник страны, в которой в данный момент пациент прибывает, запрашивает авторизацию и доступ в вот эту систему, запрашивает идентификацию пациента. Соответственно, сервис проверяет роль и аутентификацию проводит медицинского работника, проводит идентификацию пациента, выясняет, есть ли согласие пациента и право медицинского специалиста из страны, где будет оказываться помощь, на доступ к данным, преобразует документы для чтения в интегрированную электронную медицинскую карту в формате определенном, и в последующем сервис формирует, преобразовывает документы в формат, который соответствует национальным форматам страны, в которой пациент в данный момент находится и нуждается в оказании медицинской помощи. Видите, все очень логично и очень доступно. И в завершении несколько информаций о автоматизированном рабочем месте врача. Что собой оно представляет? По ГОСТу это программно-технический комплекс, который обеспечит введение баз данных, обработку информации и поддержку процесса принятия решений в определенной предметной области. В частности, автоматизированное рабочее место медицинских работников представляет собой информационную систему или фрагменты информационной системы, которая обеспечивает решение конкретных медицинских, в том числе и медико-организационных задач с использованием средств автоматизации. Существуют определенные функции автоматизированного рабочего места врача, и они во многом определены спектром обязанностей конкретного специалиста. Но если характеризовать их в общем, то это работа с базой данных пациента и формирование первичных медицинских документов, в частности электронной медицинской карты, информационно-справочная поддержка, автоматизация рутинных действий и расчет необходимых показателей на основе ранее введенной первичной информации, автоматизация формирования необходимой сводной информации, интеграция с медико-технологическими системами и, наконец, работа с расписанием и диспетчеризация в вопросах обследования пациентов. Как видите, типовые функции охватывают практически все без спектра деятельности врача. Осуществляется информационно-справочная поддержка, поскольку мы знаем, что медицинская информация устаревает на протяжении пяти лет и даже трех, некоторые говорят, а за пять лет она просто удваивается. Поэтому информационно-справочная поддержка должна обеспечить удобный, быстрый доступ и надежное хранение этой информации. И, наконец, интеллектуальная поддержка автоматизированного рабочего времени. Это автоматизированное рабочее место врача, прошу прощения. Это программный продукт, который позволяет осуществлять содержательный анализ данных о неформальной наличии того или другого документа и предоставлять врачу объяснение предложенного решения, которое учитывает его профессиональный уровень. Вот на этой схеме как раз отражены возможности этого интеллектуального автоматизированного рабочего времени врача. Я надеюсь, когда вы будете осуществлять свою практическую деятельность, деятельность у вас такое автоматизированное рабочее место будет. В завершение хочу пожелать вам успешного обучения, студентам успешно сдать экзамен, ординаторам пройти аккредитацию с последующим получением разрешения доступа к практической деятельности. И надеюсь, что те технические возможности, которые нам предоставляет электронное здравоохранение, будут реализованы у нас в Крыму, и вы будете осуществлять свою практическую деятельность и испытывать от этого удовлетворение и получать соответствующую информационную поддержку, насколько это возможно, теми информационными ресурсами, которые планируются в 2025 году внедрить посевестно во всех субъектах Российской Федерации. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok